Афганистан. Центральный горный район. Конвой выдвинулся в путь. Нам нужно срочно обезопасить эту область. Так точно. Здесь в последний раз дрон подавал сигнал. Надо все проверить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брось оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующий раз ты, приманка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бандит, три-четыре, задание выполнено. Повторяю, задание выполнено. Вас понял. Уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сторожевая застава «Бульдог». Четыре пропущенных звонка от Софи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время пришло. Пап, что происходит? Что происходит? Уже произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветик. Привет, малыш. Вау. Он прекрасен. Да. Он уже почти говорит. Да? Да, я думаю, что слышала, как он сказал папочке, лучше приехать, маме нужна помощь в смене подгузников. Скоро, малыш. Через три месяца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, я так тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Привет, маршал. Привет, маршал. Мы скучаем. Что, она родила? Да. Не может быть. Поздравляю. Вау. Страшненький. Точно твой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаешь, продлить контракт? Не знаю. Думаешь, Софи будет рада, если ты останешься? Не знаю. Что будешь делать, если не знаешь? Я понял, ты не знаешь. Сержант, сержант. Я знаю, где вас видел, сэр. Он выиграл 450 класс Лоретте Лин в 15-м. Все думали, что выиграет Курт Уолкер. Дай посмотреть. Хорошая фотка. Так вот, что ты скрывал от нас, Беннет. Вы могли стать профессионалом. Что вы здесь делаете? Мне неинтересно кататься за кубки. Кубки? А как же деньги? И девушки. У меня есть девушка. И деньги? Я всегда хотел служить. Я понял, что всегда хотел стать разведчиком. Нет, это я понял. Я тоже отказался от хорошей работы. Менеджер. Так и было. Мы уничтожили это место пару месяцев назад. Спутник снова показывает здесь активность. Почувствовал? Да. Кто-то готовит. Бандит 3-2, цель обнаружена. Задание будет выполнено. Пошли. Бандит 3-2, цель. Бандит 3-2. Райли Амриколиан Дайо, дайо, Марта, дайо Райли, лежи Амриколиан Черт Райли, не вставай Не вставай, Райли Держись Бандит 3-2, это Альфа-2-5 Орел спустился, повторяю, Орел спустился Цель под обстрелом врага Нужны силы быстрого реагирования Альфа-5 понял Силы быстрого реагирования уже в пути Ты как, в порядке? Да Давай, пойдем Райли, держись Почти на месте, ты справишься Райли, держи Как себя чувствуете, сержант? Сержант Райли Где Райли? Он в операционной Провел там всю ночь Врачи делают все возможное Но Честно говоря Дела плохи Есть еще кое-что о чем мне надо рассказать Нам удалось спасти вам ногу Но у вас множественные переломы Нельзя точно знать, срастутся ли они правильно Поэтому я предлагаю удалить под таранный сустав пяточной кости Это единственный способ снова начать ходить без боли Но Но галеностопный сустав больше не будет двигаться Нельзя будет ездить на мотоцикле Нет, спасибо Я бы не допустил этого в любом случае Может Стоит подумать над этим? Не надо Я рискну Я думаю, вы не понимаете всю серьезность ваших травм, сержант Даже если все срастется У вас стоит стержень в спине В ноге винты Вы не можете остаться в армии Я буду требовать, чтобы вас уволили по состоянию здоровья Мне жаль Год спустя Беннет, кейкс готов? Да, почти закончил Приятель, приятель, давай я тебе помогу Я сам все в порядке Слушай, если ты поранишься в моем магазине, Софи забьет меня И я заплачу, а я еще тут плакса За это стыдно Хорошо Ты знаешь, кто это? Эй, ты как? Я ничего не чувствую Совсем ничего? Совсем Врач не знает, вернет ли чувствительность Продолжай проходить физиотерапию Кто этот парень? Это младший брат Курта Уолкера, Крис Он теперь тоже гонщик Правда? Хороший? Ну, он получает небольшое финансирование от моего кузена Так что, наверное, да В этом году он участвует в гонках Но он не такой быстрый, как ты в его годы Это я точно могу сказать Посмотрим, как он покажет себя Ты в порядке, приятель? Да Спасибо До завтра Что помог? Маршал, подожди Софи, я сам Нет, 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 нет Все хорошо Погоди Детка Остановись Садись Давай сюда Спасибо Да Сил? Софи? Сайрус? Сайрус Справишься? Получается? Почему ты не дал мне помочь тебе? Ты уверен? Ладно, хорошо Эй Привет, папа Привет, приятель Как он? О, с ним все хорошо Да? Да, мы с ним разговариваем Что это? Что это? Трактор Трактор, вы слышали его? Слышали? Это трактор Правильно, приятель Молодец А где папочка? Харли? Поздороваешься? Харли Пойдешь к папе? Осторожно Давай, все хорошо Ты в порядке? Хорошо Смотри, какой щенок, видишь? Давай Харли Тише, парень Харли Харли Ну ладно Мне кажется, что Все хорошо, правда Давай, держу С ним все в порядке Ты как? Ну, ты знаешь Да Еще один Куда он идет? Прошу, попробуй Это ради меня Немножко Давай, прошу Тебе, немного Остался пармезан? Она Погоди, сиди Я сама Софью, я могу? Я принесу? Приятель Все хорошо? Что-нибудь слышно Из госпиталя ветеранов? Спасибо То же самое, что и в прошлый раз Ведется работа Кэл, клянусь Когда он получит инвалидность Мы сможем больше помогать Ну, если эта засуха не прекратится Это будет уже неважно Цена на корм снова выросла Что будешь делать? Ну, тут нечего делать У нас должен быть органический корм Чтобы сохранить органический статус Придется многих уволить И просыпаться раньше Ты пришел вчера поздно Что-то случилось? Нужно было заменить насос в цистерне Да Помощь нужна? Малыш Софья, перестань Я согласилась, чтобы ты ремонтировала мотоциклы Но не хочу, чтобы ты рисковал Сын, это... Нет, все в порядке Не надо так со мной, ладно? Ой, только не в ремни Мы знаем, что через две минуты ты будешь там Софья, я должен вести активный образ жизни Я не могу сидеть везде Не надо рисковать И закончили разговор Мне кажется, можно говорить... Мне нужно готовиться к занятию Спасибо Я тут выйду ненадолго, маршал Хорошо, пап Все хорошо, все хорошо Пошли Хорошо, приятель Будешь спать? Хорошо, папа Маршал! Ты в порядке? Да, всё хорошо. Ты не ранен? Нет. Уверен? Да. Точно тебе не надо ехать в больницу? Я в порядке, попросту. Я просто не могу вкрутить лампочку. Да ладно тебе, на всё надо время. Нужно время. Эй, эй, эй. Всё хорошо, приятель. Я не смог вкрутить лампочку. Всё хорошо. Нужно время, сынок. Не смог вкрутить. ДИНАМИ 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 Но ты вернулся целым оттуда. Это хорошо. Рад тебя видеть. Ну? И чем я могу помочь вам, ребята? Нужны тормоза для КАИКСа. Передние и задние? А ты как думаешь? Хорошо. Понял? Идите за мной. Включаешь третью передачу, прыжок, потом резко налево. Здесь тебя всегда догоняют. С этим надо что-то делать. Неправда. Да, это тебе не игрушки. Не выпендривайся. Немного развлеки толпу. Знаю, тебе кажется, что ты супергерой, но ты теряешь время. Да, да. С установкой получится 8 тысяч долларов. Здорово. Держи колеса на земле. Так будет быстрее. Послушай, брата придурок, он профи. Тебе приходится быстро тормозить, потом ты поздно поворачиваешь, потому что делаешь это левой рукой. Убедись, что движения будут плавными. Да, да, я понял. Если поторопишься и будешь поворачивать левой, то выиграешь время. Да, но тогда я буду открыт. Да, это рискованно. Я думаю, это глупо. Если вы, парни, завезете завтра свой байк, к выходным все будет готово. Знаешь, если сзади всего один парень, дай ему проехать. Преследуешь его, нажимаешь на газ и проскальзываешь мимо него перед следующим поворотом. Беннет, спасибо, но я пытаюсь научить Криса, как надо правильно делать. Да, да, прости, конечно, я так делал на трассе, просто хотел помочь. Да, без обид, Беннет, но, как ты сказал, это было давно. А я думаю, что Маршал хотел сказать, что в каждой гонке он был быстрее всех, так что он знает, о чем он говорит. Да, но Курт мастер своего дела. Весь сезон. Мастер или нет? Сэр, все в порядке. Мастер или нет, но он говорит дело. Послушайте Маршала, и вы сможете выиграть время. Хорошо, вот что я скажу. Просрочите заказ, тогда я буду с вами разбираться. Хорошо, пошли, ребята. Да. Дамы, уходим. Не надо было этого делать. Чёртовы их. Готов? Кто это? Кто это? На днех я видела преподавателя, которому было совершенно всё равно, что делала лошадь. Точно так же, как ты мне показывал, уши лошади двигались вперёд-назад. Я говорил, что этому не научат в ветеринарной школе. Лошадь явно была чем-то очень озабочена. Мамочка думает, что это из-за помощника, который не мылся и от него воняло. От него воняло. Нужно принять душ. Ну же. А то воняет. Ты такой вонячка. Хочешь в душ? Я знаю, пришло время душа. Ну-ка, пойдём наверх. Скажи всем спокойной ночи. Засыпай, хорошо? Хорошо. Это последний. Хорошо. Так, хорошо. Ещё один. Отлично. Да, вот в чём проблема. Сейчас исправим. Хорошо. Давай. Хорошо, можешь здесь подержать? Здесь? Да, здесь. Держишь? Да, да. Хорошо. Тебя что-то беспокоит? Сегодня в магазин приходил Курт Уолкер. А ты что? Я собираюсь продать эту штуку. И что будешь без неё делать? Да не имеет значения. Мне нечем платить за ипотеку. Почему ты ничего не сказал? Сколько? Чуть больше пяти тысяч. Да, хорошо. Мы с Софи скопили две тысячи. Да, и тратить их не надо. Если не будет дождя, то всё пропало. Я хотел оставить этот дом вам. Нет, нет. Всё в порядке, пап. Нет, маршал. Всё не в порядке. Я не в порядке. Боже. Ох. Прости меня. У меня грязные руки. Всё в порядке. Нет, нет. О, прости, приятель. Вроде выглядит целый. Как больно. Болит, пап. Болит? Вот видишь? Потребовалось время. Мы уже устали. Всё из рук валится. Я думаю, что нам пора поспать. Завтра поговорим об этом. Да. Ладно. Хорошо. Я всё уберу. Уверен? Да. Да. Просто посмотри, как там Рэй-Рэй. Сделаю. Хорошо. Больно? Больно, да. Спокойной ночи. И тебе, пап. Ах. Рэй-Рэй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это ужасная идея. Во сколько приезжать? Это отстой. Странно, на тренировочном трассе никого. Но трасса Риам точно занята. Так нормально? Да, скинь еще немного скорость. Пойду запишусь. Погнали, мужики. Давайте, все. Эй, Джимми, погоди. Давай скорее, чувак. Погнали, погнали. Счастливой вам субботы, парни, и добро пожаловать на мотокросс Рэм в автодроме Гленхелен. Осталось всего 10 минут на утреннюю тренировку. Пойдем, заоценим. Как-то многовато народу для местной гонки. Давно такого не видел. Эй, Форест! Форест! Привет. Привет. Как дела? Дела отлично. Откуда сегодня столько народу? Крис Уолкер запостил в Твиттере, что сегодня будет здесь. Он гоняет? Нет, но его младший брат Крис, да. И все хотят попробовать обогнать восходящую звезду. Тот, кто победит, сегодня получит 4 тысячи. И что, думаешь, кто-то сможет? Не, никто не обгонит братьев Уолкер. Хотя лично мне они даже не нравятся. Но они собрали неплохую толпу. Ну давай, я пойду. До скорого. Удачи, Форест. Гонщики, напоминаю, запись идет с 9 утра. Ну и денек мы выбрали, да? Да. Да. Что будешь делать? Прямо участие. Ну да, ага, нет. Если сможешь хотя бы круг проехать. Эй, бродить тут это одно, а гонять с ними это уже глупо в твоем-то состоянии. Мне нужны деньги, Сэрус. Чел, я обещал Софи. Да, знаю, я разберусь. О да, ты будешь очень убедительным на больничной квеке. Я поеду с тобой или без тебя? Это ужасная идея. Ну все, удачи. Спасибо. Следующий. Маршал Беннет? Привет, Шерлотта. С возвращением. Спасибо. Держись подальше от них. И чтобы там не было полегче на горе Уитни. Понял. Мужик, к тому же байк еще не готов. Да все норм, я гонял на этой трассе. Четыре года назад. Подъезжайте к воротам, мы скоро начинаем. А ты не мусульманин? Только рядом с бабулей. Сегодня гонка состоит из 20 кругов. И, о боже, какие это будут 20 кругов. Все местные сделали свои ставки. У всех свои фавориты. Посмотрим, кто победит. Сегодняшний Джокер – призрак прошлого. Гляди, кто здесь. Местный чемпион Рэм Мотокросса – победитель Лоретты Линн 2015 года. С тех пор мы его не видели. Дамы и господа, номер 32 – Маршал Беннет. Я не ослышался? Он тупее, чем я думал. Дамы и господа, да начнется гонка! Они стартовали. И Роб Поушес сразу же вырвался вперед всех. Самые быстрые гонщики уже оторвались. Пока другие едут в задней части трассы, Крис Уолкер приближается к Робу Поушесу, борясь за лидерство. Пока. Крис Уолкер вырывается вперед. Это был лишь вопрос времени. Твою мать! Твою мать! Я боюсь за него, чувак. Это позор, братан. И позади всех Маршал Беннет изо всех сил старается продолжить гонку, пока Крис Уолкер мчит впереди всех. Мужик! Да уж, пока местные парни выбиваются из сил, Уолкер обгоняет их с легкостью. У него совсем другой уровень. Ну вот опять, кажется, он даже ни капли не вспотел. Твою мать! Крис Уолкер, похоже, обладает невероятной стойкостью. Уже половина гонки позади, а остальные гонщики все телятся где-то позади. Давай! Молодец! Номер 32 выбился вперед. Он больше не глотает пыль позади. Ну давай. Посмотрите на него. Номер 32 наконец-то переключился с первой передачи. Даже не знаю, верит ли своим глазам, но Беннет догоняет Уолкера. 32-й вырывается в первую тройку. Давай! Мужики, это невероятно. Маршал Беннет явился из ниоткуда. Заехал на трассу, а теперь борется за запервенство с нашими лучшими гонщиками. Это заход за его деньги! Да! Давай, пацан, давай! Он прямо у него на хвосте. Не сегодня. Уолкер старается изо всех сил. Он не позволит Беннету обогнать его. Он прямо позади. Давай скорее! Первый и 32-й просто летят. И так они выходят на следующий круг. Последний круг. Кто мог такое предвидеть? Беннету обогнать. Да! Кажется, Беннет достиг своего предела. Он отлично боролся, но Уолкера ему не обогнать. Мога. Давай, давай! Сокин сын, я знаю, что ты задумал. Попался. Давай! Беннет обогнал Уолкера. Просто не верится. Да! Ну, давай же. Давай. Маршал Беннет выигрывает 450 про класс. Просто невероятно, мать вашу. Что за дичь? Сокин сын. Да! Да, дружище, это было супер. Ты в порядке? Да. Это было офигенно. Ну что, доволен, пацан? Только посмотри. Маршал Беннет, номер 32. Спасибо, ребят. Так, скидка 32% на все мотто-товары. Я в убор. Давай, приятель. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Я не мог ему позволить продать дом. Что ещё я мог сделать? Маршал, ты совсем спятил. Когда ты хотел служить, я поддержала тебя. Когда они отправили тебя за границу, я поддержала тебя. Софи, я понимаю. Когда ты травмировался, я поддержала тебя. Меняла тебе бельёк, укупала тебя. Я не могу опустить руки, детка. Я должен знать, что хотя бы попытался. И что будет с тобой лет в сорок? Я скажу тебе, ты закончишь в инвалидном кресле или ещё хуже. Я знаю. Я знаю. Я лучше рискну, чем буду медленно умирать. Я уже едва тебя не потеряла. Не поступай так со мной снова. Детка. Софи. Нет. Просто. Маршал, уходи. Это я, дорогая. Поговорим? Да. Сходи. Ты как? Я всё слышал. Присядь. Давай. Софи. Я 22 года был женат на пилоте армейского вертолёта. Так что я... Очень хорошо тебя понимаю. Я боялся жениться на ней, потому что боялся, что... Однажды... Мне постучат в дверь. Как ты с этим справлялся? Да, всё довольно просто. Я не представлял свою жизнь без неё. Петти всю жизнь служила в армии. У неё было столько заданий, что это стало для нас рутиной. Пока однажды... Она не пошла на тренировку, а там было всякое. И я... Я знаю. Для тебя, чёрствый старик, но в тот день... Боже, в тот день моё сердце разбилось. Она была любовью всей моей жизни. Она подарила мне маршала. И даже то, кем я являюсь... Всё, что есть хорошее во мне... Всё это, благодаря тому времени, что мы провели вместе. Так что... Если мой мальчик для тебя тот самый... Не позволяй страху управлять твоими решениями. Удивлён, что она пустила тебя обратно. Поговорим. Так, будь со мной откровенен. Он действительно может стать профи? Да, многие гонщики восстанавливаются после травм. Даже после таких, как у него? Да, Генри, Трей Каннард, да. С переменным успехом, конечно. Но каковы его шансы? Я не знаю. Мне заглянуть в свой хрустальный шар? Этого недостаточно. Маршалл не просто твой друг по гонкам, он отец моего ребёнка. Нельзя растрачивать силы на эти детские гонки и запоросывать инбаксов. Хочешь, чтобы я была с вами? Ладно, тогда посмотри мне в глаза и без этой твоей брехни скажи мне, что ты думаешь. Давай. Знаешь, почему на самом деле я нанял его? Конечно. Представь, что ты владелец музыкального магазина, а к тебе приходит Моцарт и просит взять на работу. Так я себя чувствовал, когда он пришёл сюда. Вот что я думаю, что Маршалл один из самых одарённых гонщиков из всех, кого я когда-либо видел. Ему это легко даётся. Но может ли он продолжать? Да, судя по тому, что было вчера, я бы на это поставил. Я отдам ему все свои деньги. А ты сможешь обслуживать байк? Я был крутейшим главным техником. Идеально. Ты техник, а я буду менеджером. Так я договорилась с Маршаллом, если хотите, чтобы я была с вами, так или никак. Мы договорились? Не уверен, что женщина у руля это хорошо. Может, это только моё мнение, но в моей стране женщин видно, но не слышно. Хотя даже не видно. Итак, тебе нужно 60 баллов АМА, чтобы получить гоночную лицензию и стать профи. Для этого нужно финишировать в тройке лучших в четырёх квалификационных гонках. У тебя есть навык, но нет выдержки. Если бы Волкер с самого начала гнал во всю силу, он бы тебя сделал. Тебе нужно восстановить форму. Чем ты сильнее, тем в большей ты безопасности. Ладно, давай. Да? Ну всё, папа, твоя очередь. Ну нет. Тебе необходимо пройти интенсивный курс кардио, прежде чем снова отправляться на гонку. Минимизируем затраты на перелёты, только местные гонки. Подберём тебе лучшее снаряжение, а затем будем регулярно тренироваться на трассе. Итак, этот наколенник будет очень хорошо поддерживать и даже повысит гибкость. Ну как оно? Хорошо. Да? Ты всё ещё немного неуклюж, нужно стать мягче. Практикуй прыжки, не заигрывайся, не опускай байк слишком низко. Это слишком рискованно, концентрируйся на приземлении. Все деньги пойдут вам в карман, чтобы вы могли сохранить дом. Давай, Харли. Бу! Бесишь меня. Ой, извини, я тебя напугала. Я тебя приручу, так и знал. Ой, да? С помощью какого оружия? Я тебя приручу, так и знал. Да, держу. Я тебя приручу. Эй, смотрите, кто здесь. Ладно, пойду, запишу нас. Давай, детка. Спасибо, детка. Пантера выглядит неплохо. Эй, чё как, Диксон? Привет, видок. Кто это? Это парни Курта, механики команды Айрон Грип. У них-то массажистка? Слушай, если так, то тут уж ты сам по себе. Что он делает? Хоть мы и приближаемся к концу гонки, сегодня ещё никто не попытался обогнать Криса Уолкера. Он просто король этой трассы. Квалификационная гонка номер один. Давай, давай, давай. Ну, давай же. Да. Да. А прямо за ним Эштон, Ли и Беннет. Да. Да. Ладно, ладно. Это неплохо. Да. Молодец. Отличная работа, чувак. Бедка, ты обогнал 20 других гонщиков. Это 18 очков. Неплохое начало. Ты просто ворвался. Да, ты огонь. Горжусь тобой, чувак. Квалификационная гонка номер два. И в тройку финалистов входят Уолкер, Маклейн и Беннет. Третье место. Это полторы тысячи баксов. Это отлично. Ты был просто невероятен. Нужно немного опустить вниз и утяжелеть перед. Для поворотов. Ладно, без проблем. Я могу быть быстрее. Квалификационная гонка номер три. Ого, парни, вот это была жестокая гонка. И как только номер один Крис Уолкер смог остаться впереди. Давай. Осталось всего два круга, и Уолкер наконец-то оторвался. Давай, Крис, давай. Моя очередь. Последний круг. Не знаю, верит ли своим глазам, но Маршал Беннет догоняет Криса Уолкера. Черт. С опасной скоростью. Я иду, я иду. Поднажми, поднажми. Ты почти победил. Давай, давай. Держись. Давай, гони. Давай, детка. Давай, давай же. И Крис Уолкер с трудом одерживает за собой победу. Маршал всего на миллиметр позади. Какая жесткая гонка. Второе место. Да. О, гурочки. Да, да, да. Проблемы с байком? Нет, он хорош. Нет, чувак. Тебе просто нужно тренироваться. Ты бы подумал о своей работе. О да? О чем ты? Еще одна гонка. Если он станет профи, придется с ним разобраться. Ты молодец, чувак. Итак, команда. Дальше у нас Виктор Виль. Если финишируешь в десятке, наберешь необходимые очки. Мы уже привлекли спонсоров. Вашу руку, сэр. Спасибо. Вот так. Ну-ка, давайте все вместе. Давно мы этого не делали и очень даже зря. Господь, мы благодарны за время, проведенное вместе. Спасибо тебе за крышу над нашей головой. За еду на нашем столе и самое главное – за людей рядом. Даже за Сайруса. Аминь. Аминь. Хочешь овощи? Виктор Вилл, Калифорния. Место здесь сложнее, чем я думал. Думаю, гнать не стоит. Ясно. Эй, можешь принести инструмент? Папочка, я 32 насчитала. Сэр, я ищу маршала. Сержант. Райли? Привет. Привет. Как я рад себя видеть. Прости, что не отвечал какое-то время. Да, все нормально. У меня что-то дела не клеились. Понимаешь? О, Ребекка хочет тебе кое-что сказать. Привет. Привет, милая. Спасибо, что вернул моего папу домой. Да не стой, дорогая. У тебя отличный папа. Спасибо. Да, конечно. Это моя жена Софи. Приветик. Мой отец Кэл. Очень рада знакомству. Здравствуйте. Вон там малыш Рей-Рей и мой приятель Сейрос. Райли, рад знакомству. Очень приятно. Как узнали, что я гоняю? В общем-то, я сам снова сел за руль. Такая терапия. Правда? С группой ветеранов Вэтмакс. Вот один из них и упомянул твое имя в разговоре. Я сперва ему не поверил. Ну, я рад, что ты здесь. Беннет любит выезжать на линию. Так и виляет туда-сюда. За ним лучше глаз да глаз. Я тебя понял. На переездах ты быстрее него. Так и можешь его уделать. Внимательно. Мы справимся. Итак, битва за первое место. Беннет настроен решительно, но и Уолкер тоже не промах. Давай, вперед. Да, 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 вперед. Быстрее. 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 Уолкер второй раз пытается обогнать Беннета, но снова не выходит. Осталось всего два круга. Да, да, да. Вот так. Да. Черт. О, Господи. Должно быть больно. Беннет вылетает за пределы трассы. Надеемся, с ним все в порядке. Сука. Иди. Иди к нему, я побуду с ребенком. Посиди здесь, я скоро. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Стойте! Идем отсюда. Идем отсюда. Эй, ты урод! Я знаю, что ты сделал, чертов ты кусок дерьма. А у тебя есть яйца, парень? Или просто зрение подводит, а малыш? Давай, Ралли, держись. Ралли, держись. Мы почти прибыли. Ты сможешь. Перелом больше берцовой кости. И это на здоровой ноге. С такой травмой я бы не советовала гонять. Но вы уже пытались так? Да. Эти парни хуже наркоманов. Сколько ему? Я поняла вопрос. Минимум восемь недель нельзя садиться на байк. А лучше двенадцать недель. А ещё лучше больше никогда не гонять. Я завтра ещё его проверю. Спасибо. Он пропустит все отборочные. Ладно. Давай пока не будем об этом. Могу я с ним на единоминутку поговорить? Конечно. Милый. Детка. Я не знаю, чем далеко думал. Что? Не говори так. Ты была права, это большой риск. Слишком. Не нужно. Ты ведь не можешь жить без гонок. И когда я сказала тебе «да», я об этом знала. И я люблю это в тебе. Спасибо. За что? За то, что позволила попробовать. Ну-ка, подвинься. Иди ко мне. Слушай, я думаю, мне стоит взять отдых в следующем семестре и вернуться. Нет, нет, детка, нет. Это, это же ненадолго. Просто, чтобы потом было полегче. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Когда мне станет лучше, я починю тысячу байков. Миллион детей научу ездить на них. Я сделаю все, чтобы ты смогла учиться. Обещаю. Я люблю тебя. Я тоже тебя очень люблю. Три месяца спустя. Эй, Сайрус. Сайрус. Да. Байк почти готов. Нужна твоя помощь. Сейчас приду. Круто выглядит. Супер. Отлично. А вот и обед. Софи. Сайрус. А что ты делаешь в клинике? Просишь животных показать горло? Ну, нет. Я делаю уколы, проверяю их зубы, проверяю на болезни. А что насчет кастрации? Да, этим тоже занимаюсь. Держу пари, ты в этом хороша. Да, не забывай об этом. Ну, че, как здоровяк? Чего тебе, Тони? Я пришел к Беннету. У меня к нему вопрос. Это все, на что ты способен? Ты о чем? Вали отсюда, Тони. Ну, как же. Да. Давай, вали, придурок. А ты куда лезешь, малышка? А ну, повтори. Выход там. Шагай уже из магазина. Я просто хотел узнать, как дела. Эй-эй-эй. Все хорошо. Чего тебе нужно? Все просто. Думаешь, ты смог победить братьев Уолкеров? Если бы не травмы? Да, точно. Да я бы их как тараканов размазал. Ясно. Ну, давай покажу кое-что. Видел это? Хэнтаун, 97-й. Один придурок испортил мой байк. Вот ты заслужил пулю. Как сейчас помню. А это видел? Этой рукой я ему еще лицо поправил. Да, это я тоже помню. Но вот чего я не делал. Я не портил тот байк. Возможно. Но теперь они не со мной. Крис ушел из команды. У нас был договор, пока я спонсировал его. Он уже набрался опыта. Мог бы работать на Пантера Рейсинг. Но вместо этого он вместе со своим тупым братом свалил в Айронгриб. Как же я теперь хочу им обоим задницы надрать. Но знаете, как будет лучше? Позвать тебя. Наваляй ему на трассе по первое число. Ты серьезно? Как никогда прежде. Я не могу пока что гонять. Долго? Еще шесть недель. Перелом без смещений? Без. Супер, значит уже готов. Простите, а вы врач? Я себе сто раз кости ломал. Я отведу тебя к своему врачу. Он просто маг в воду. И ты уже скоро встанешь на ноги. Успеешь на последний отбор. Наларателин? Нет, я не могу себе этого позволить. Я покрою расходы. Бензин, отель, я тебя отвезу. Но тогда, через пару месяцев, на открытом мотокроссе Лукас Уэлл, ты должен победить. Заполучить для нас спонсоров. Маршал Беннет выигрывает Лорет Тулин. А какая вам выгода? Пантера Рейсинг вырастет до про уровня. Наконец-то. Ты как? Чемпионат открытого мотокросса Лукас Уэлл начинается на исторической трассе Гленн Хеллен в прекрасной Калифорнии. Да, это очень известная трасса. Известная своими неровностями и препятствиями. Многие гонщики тренировались здесь весь год. Пример номер 8, Крис Уолкер. Впервые он участвует в гонке при поддержке Айрон Гриб. Готов, Рей-Рей? С нами и младший брат прошлогоднего чемпиона. Номер 88, Курт Уолкер. Да, вот его брат Крис во всех отборочных в первой тройке был. Вот так. Талант передается по наследству. Я не удивлюсь, если они оба займут призовые места. Без вопросов. Супер, держи. Отлично. А как твоих дам зовут? Виктория и Ребекка. Виктория и Ребекка. Какие милые имена. Да, невероятно. Спасибо вам, дамы. Спасибо. Эй, Тони, Тони. Стой, стой, стой. Ты не подумал о том, что мы обсуждали? Софи, не обижайся. Но у тебя нет такого опыта. Ты о чем? У нас все прекрасно было, пока ты не появился. Половину сезона. Я этим 20 лет занимаюсь. Ладно, но я могу взять на себя какую-то часть. Я работаю в клинике и знаю, что такое. Ты не будешь менеджером. Я здесь менеджер. Я плачу за это сам. Еще вопросы есть? Общественные связи. Я помогу найти спонсоров. Так тебя и этому где-то обучали? Спонсоры почти всегда мужики. У меня есть сиськи. Договор. Эй, эй, скорее, скорее. Быстро смотри. Смотри туда. Айрон гриб. Так, стоять. Успокойся, здоровяк. Они сегодня не успокоятся. Это же девятый. Скоро все равно полетит из лиги. Эй, смотри, кто здесь. Привет, друг. Рад видеть. Привет, парень. Спасибо, что пришел. Я бы не пропустил. Да. Тут и группа поддержки. Да? Да, а как иначе-то? Там или хочу еще тебя. Я Джастин. Очень приятно, сержант. И мне тоже. Я Дастин. Привет. Я Брэд. Привет. Всем внимание. Рад. Всем гонщикам по местам. Ну так что, готов? Да. Отлично. Эй, парень, сегодня я нашел спонсоров. Спонсорские бонусы. Это пока единственный способ продержаться. Покажи себя. Впервые у нас на открытии сезона столько зрителей. Больше 20 тысяч человек. И им не терпится узнать, кто из гонщиков получит заветные 25 тысяч баксов. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем большое. Беннет, мы сюда за победой пришли. Мы с братом, и мы будем первыми. Не лезь нам под ноги. Я следил за тобой на отборочных кресах. Мы тебя обойдем. Ты и глазом моргнуть не успеешь. Да, ты точно копия своего брата. Поэтому я и твою задницу легко надеру. Вперед. Маршал Беннет, номер 32. За ним нужно наблюдать. Но у него ведь травма. Сэр, его даже ранения в Афганистане не смогли остановить. Когда он поднимется на трибуну, подумайте о моем предложении. Хорошо. Спасибо. О, сэр, простите. Беннет теперь новый член Пантеры. Не знаю, какие у него шансы. У него был четырехлетний перерыв, уходил на войну, вернулся с ранением. Хорошо, приятель. Я просто поражен. Ты сможешь. Как мы понимаем, отношение у Пантеры с ее бывшим членом Крисом Уолкером, так сказать, не очень. А ты тащись там, позади. Кто обгонит меня, не жилец. Осталось две минуты. Вот и наш лучший отборочный игрок Джастин Маскотт, номер 14. Выглядит уверенно. Ну, как дела? Супер. Восемь человек уже есть. И три из Паркфлакс вынушают надежду. И три? Они ничего. Да, я знаю. Ты молодец. Итак, начинаем. Итак, 30 секунд, и про-мотокросс в Гленхеллен начинается. Итак, набрали обороты и погнали. Вперед! На первом повороте много улетело за линию. Много падений. Тем, кто стоял, теперь станет полегче. Первый поворот всегда покажет, кто у нас больше всего денег хочет. Крис Уолкер уже пробирается вперёд. Итак, проезжаем мост Ямаха. Номер 48 и 14 лидируют. Из середины трассы у нас начинает лидировать Маршал Беннет. Вот так. Так, номер 14 выходит вперёд на спуске Сент-Хеллен. О, Беннет и Фостер сталкиваются друг с другом. Проезжай мост. Номер 8 Крис Уолкер делает сильный рывок на выезде из каньона. Его брат Курт тоже не отстаёт, совершает большой прыжок. Номер 32 Маршал Беннет тоже не промах, хоть и застрял до этого в каньоне. Номер 88 Курт Уолкер обходит номер 79 и не сдаёт оборотов. Слушай, борьба сегодня очень жёсткая. Тяжёлый первый круг у нас был. Здесь собрались лучшие гонщики. По-другому и быть не могло. Давай, милый, вперёд! Смотрите, как уверенно Крис Уолкер обходит номер 121. Номер 14 Джастин Маскотт продолжает лидировать в гонке. 88 Крис Уолкер выходит на третье место, обогнав 58 номер. Я уверен, один из Уолкеров сегодня точно выйдет на трибуну. 48 постигла неудача, и теперь Беннет ещё ближе к началу. На девятый круг выходит лидер гонки, номер 14. Члены команды Айрон Грипп, братья Уолкеры, держат позиции. А прямо позади них Маршал Беннетт. Да, вперёд, малыш! Посмотрите на Беннета. Он очень уверенно себя чувствует на трассе. Он наступает на пятки лидером гонки, выходя на первый поворот. Беннетт явно хочет их обойти возле этого моста. Вот так, Беннетт поддаёт газу и обходит Курта Уолкера. Отличный ход. Кто бы мог подумать, теперь он на третьем месте. Уже близко. Но Курт хочет вернуть себе третье место, преследуя Беннета. Выжидает время. И Курт Уолкер блокирует Беннета, сбивая его с байка. Чёрт возьми. 88 настроен очень агрессивно. Но Беннетт не сдаётся. Хотя каждую секунду он теряет свои позиции. Не очень это хорошо. Беннетт снова в деле. Долго же ему ехать придётся. Осталось три круга. Номер 14 до сих пор лидирует. Курт и Крис Уолкер из Айрон Гриб следуют за ним. Вернувшись на восьмое место, Беннетт летит вперёд. Он всё ещё не сдаётся. Смотрите-ка, Крис пропускает своего брата. И теперь Кур соревнуется с лидером гонки Маскотом. Ещё два круга, и Крис Уолкер уже приближается к номеру 14. Он толкает Джастина с байка, и тот падает. Всё, Маскот вылетает из гонки. Да, Курт Уолкер лидирует на данный момент. Младший брат следует за ним. Кажется, победа будет у Айрон Гриб. Дон, смотри, какая жаркая битва за мостом. Маршал Беннетт обходит сразу двоих. И теперь на третьем месте. Белый флаг позади. Последний круг. Молодец, парень. Смотри-ка, Гордон, под Беннеттом просто колёса горят. Волкеры подъезжают к мосту Ямаха. Номер 32 уже близко. У него есть чёткая цель. Ты смог! Давай, Маршал. Ну вот, я и вернулся. Номер 32 вернул себе позиции. Не могу поверить. Не думаю, что третье место его устроит. Жги! Жги! Беннетт снова обходит Курта Уолкера. Курт, думаю, горит от ненависти. Ничего себе! 88-й падает с байка. Беннетт на втором месте. Финальная прямая. Сможет ли он обойти Крису Уолкера? Вот так. Мы видим клетчатый флаг. Вперёд, милый! Он сделал. Это Беннетт пролетает под Крисом Уолкером. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое. Бог ты мой. А Крис снова теряет свою позицию в самом конце. Мы в жопе. Маршал Беннетт побеждает на открытом чемпионате по мотокроссу Лукас Уэлл. Вот это мой мальчик. Да! Я знал, что ты сможешь. Да! Да! Регистрируйся с промокодом 25WINNER и получи эксклюзивный бонус от надёжного букмекера Бэт Виннер. Это твоё. Серьёзно? Пантера теперь про. Спасибо, друг. Маршал, можно у тебя интервью взять? Да. Итак, Маршал, в середине гонки ты сошёл с трассы. Ты думал, что сможешь вернуться? Я и понятия не имел. Но должен был попробовать. Продолжение следует. Спасибо.